Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Меня зовут Аделья Шамилова, а сегодня вы узнаете. В КФУ стартовали завойские чтения. Университетскую клинику КФУ эвакуировали. В КФУ и собрали зубную щетку будущего. Ежегодные завойские чтения вновь начали свою работу в Казанском федеральном. О том, чем мероприятие запомнится в этом году, смотрите в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете начали свою работу завойские чтения. В этом году мероприятие стартовало накануне дня рождения легендарного физика. В рамках завойских чтений состоялась открытая лекция академика РАН Владимира Дмитриева. Темой его выступления стал магнитный резонанс в сверхтекучем гелии. Также в рамках мероприятия молодые участники имели отличную возможность представить устные доклады, посвященные особенностям применения магнитно-резонансных методов в решении фундаментальных и прикладных задач физики, химии, медицины и биологии. Завершились завойские чтения торжественной частью, а именно награждением лауреатов Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых. О подробностях церемонии и заслуженных лауреатах премии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Одно из зданий университетской клиники КФУ было внезапно эвакуировано. С подробностями места события вас познакомит наш корреспондент. 27 сентября в 13.00 по московскому времени состоялась эвакуация хирургического отделения университетской клиники Казанского федерального университета. Пожарная тревога являлась учебной. Так называемый очаг взгорания стал лифт. За считанные минуты весь персонал и клиенты отделения были эвакуированы из здания клиники. Также по замыслу учений одно из самых главных, так как у нас в хирургии находится очень много пациентов после проведенных операций, также неходячие, будет отработан вопрос, что делать медперсоналу в этом случае. Будет задействована самоспас, эвакуация пострадавшего. Вместо пострадавшего у нас будет использован манекен, то есть с помощью специальных носилок и самоспас в проем третьего этажа в окно будут спущены носилки и таким образом будет проводиться эвакуация. Результат эвакуации довольно положителен. Нахватило 4,5 минуты, чтобы спасти от потенциальной угрозы весь хирургический отдел университетской клиники КФО. Аделя Шамилова, Ленарта Влесиаров, Универньюс. Студенты первых курсов Елабужского института Казанского федерального университета не только грызут гранит науки, но и ведут активный образ жизни, знакомятся со сверстниками и познают новый этап жизни. Подробности далее. Студенты первого курса Елабужского института КФУ приняли участие в тренинге по адаптации организованным Центром психологической помощи образовательного процесса. Подобные занятия проходят в университете ежегодно и помогают первокурсникам снять эмоциональное напряжение от нахождения в непривычной среде. В начале сентября, как только ребята все собираются, мы в Центре психологической помощи образовательного процесса собираем каждый факультет по группам. Первокурсники не только привыкают к новой среде и начинают грызть гранит науки, но и занимаются активными видами спорта. 25 сентября стартовала спартакиада для первокурсников. Спортсмены всех факультетов в течение месяца будут соревноваться в различных видах спорта за звание лучшего. Стало традицией проведение спартакиады среди первокурсников. В нашем институте уже несколько лет подряд мы проводим эту спартакиаду. Подведение итогов и церемония награждения спартакиады стоится в конце октября. Тогда и будут выявлены имена сильнейших спортсменов. Диана Шилова, Универ Ньюс. Ежедневно мы умываемся, завтракаем, чистим зубы и даже не замечаем, сколько тратим на это своего времени. Шаг в будущее сделал магистрант КФУ и создал инновационную щетку, способную почистить зубы всего за несколько секунд. Наш корреспондент Анна Глазунова узнала, чем еще интересна разработка. Мы бы заметно сэкономили свое время, если бы на привычные вещи, такие как умывание, чистку зубов и завтрак, тратили бы всего несколько секунд. Разработкой так называемой щетки будущего занялся магистрант инженерного института Казанского федерального университета Егор Мандик. Сейчас совместно с инженерным институтом КФУ воплощается в жизнь проект зубной щетки нового поколения. Разработчики назвали это устройство «Флокс». Оно представляет собой капу с маленькими моторчиками и щетками, что позволяет чистить все зубы одновременно всего за несколько секунд. У нас как ты приходишь, берешь пасту, берешь зубную щетку, одел, подождал несколько секунд, положил, но рот все равно нужно умыть и вот, пожалуйста, то есть намного упрощается. Здесь предусмотрены сменные насадки для того, чтобы пользоваться этой зубной щеткой могли все члены семьи. Сейчас поверхность чистки у зубной щетки, например, у обыкновенной, она маленькая, и этой поверхностью ты все зубы чистишь. В капе же разрушений меньше идет, то есть там больше поверхностей щетинок, ну там их больше, и получается они используются всего несколько секунд в зачистку, и они не так быстро изнашиваются. За счет меньшего изнашивания насадок ими можно будет пользоваться полтора года. Количество пасты на это устройство наносится минимально и распределяется оно автоматически. Также имеется специальная паста для ультразвукового воздействия. А основная чистка, то есть механическая, большие части еды, чтобы достать, она чистится просто механикой. Своё изобретение Егор пока не показывает. Отмечает, что осталось еще много моментов, связанных с патентованием и сертификацией. Устройство работает от аккумулятора, который заряжается как современные гаджеты. Примерная стоимость такой инновационной щетки будет составлять 7 тысяч рублей. Сейчас разработчики стараются снизить себестоимость. В команде Егора работают инженеры, а также врачи-стоматологи для того, чтобы создать максимально эффективную зубную щетку. Безопасность – это номер один, на что мы обращаем внимание. То есть мы не делали бы зубную щетку, если бы это каким-то моментом могло бы навредить. Стоматологи говорят, как правильно чистить зубы. Там должны быть выметающие движения, сколько количества оборотов, как это безопасно должно быть. Разработка Егора одержала победу на российском отборе Falling Walls, который проходил в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В ноябре этого года он отправится в Берлин на итоговую конференцию, чтобы презентовать свою зубную щетку будущего. Планируется, что устройство будет представлено на рынке в январе 2019 года. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Профессор КФУ поучаствовал в исследовании клинических рекомендаций. В исследовании выяснилось, какие методы и рекомендации наиболее эффективны в хирургическом лечении. Подробнее в следующем сюжете. Профессор Казанского федерального университета Лилия Зиганшина совместно с заместителем начальника отдела здравоохранения Калининградской области Лидии Кисарь провели исследование по российским клиническим рекомендациям по хирургическому лечению заболеваний гептобилиарной зоны. Это фактически заболевания печени, заболевания поджелудочной железы, заболевания всех желчевыводящих путей и 12-перстной кишки. Это вот такая серьезная зона. Воспалительные заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы – это заболевания, которые очень тяжело протекаются, с очень высокой температурой, очень тяжело переносятся, и если они останутся без надлежащего лечения, то могут привести к смерти пациентов. В исследовании использовали инструмент ЭГРИ-2, созданный для оценки существующих клинических рекомендаций. Клинические рекомендации – это систематически разрабатываемые документы, содержащие советы и указания по лечению в конкретной клинической ситуации. Этот метод предусматривает именно опрос и вовлеченность специалистов-экспертов в этой предметной области оценить эти клинические рекомендации, но с помощью этого инструмента. В исследовании изучили шесть клинических рекомендаций разных профессиональных компаний. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE. Нам в России следует существенным образом обратить внимание на то, как нужно разрабатывать клинические рекомендации. В сравнительном аспекте, то есть вот этот набор клинических рекомендаций, которые мы нашли, мы нашли их в результате систематического поиска. То есть мы применили еще и элементы подготовки систематического обзора. Проект проходит при поддержке Кокрейн, международной организации, изучающей эффективность медицинских технологий. Кокрейн Россия базируется в Казанском федеральном университете. Организация разрабатывает проект по оценке качества всего инструментария медицины в Российской Федерации. Проект разрабатывается для улучшения здравоохранения. Мы планируем охватить систематические обзоры и метаанализы также в этой области и, собственно, клинические исследования. И соответствующими инструментами их оценить. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова